Бой с Гарсией А промоутер Бо Пару назвал возможных соперников Василий Ломаченко. Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дениса Лебедева, заявил, что его подопечный встретиться с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, если тот не перейдет в супертяжеловес. Тут все зависит от планов Усика. Будет ли он переходить в супертяжеловес или останется? Также зависит и от планов Дениса. Хочет ли он проводить следующий бой и кого хочет видеть с соперником? Но проедение такого поединка вполне реально. В Нью-Йорке состоялась финальная пресс-конференция, приурочена к бою Сауля Альвареса против обычного чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга. Публика и эксперты отмечают значительную разницу в габаритах между боксерами, но Канело уверен, что это не помешает ему одержать победу. Я не знаю, можно ли это называть реальным преимуществом. Может оно имеет место, потому что он превосходит меня в весе. Я иду в его зону комфорта и рискую. Но я сильный боец и знаю, как под это адаптироваться. В субботу вы это увидите. Также Сауль Альварес раскритиковал Флойда Майвезера. Все время после того поражения меня спрашивают о втором бое с Флойдом. Да, у меня есть эта заноза, которую я чувствую. Я хотел бы провести реванш и показать другой бой. С моим нынешним опытом все было бы совсем иначе. С удовольствием. Но он боксер в отставке, который все время возвращается, а потом снова уходит. Вы знаете, на кого он похож. Если он хочет по-настоящему вернуться в бокс, то я был бы рад реваншу. Для бокса это было бы очень хорошо, потому что единственное, что он сделал для нашего спорта в последнее время, это понижение доверия из-за тех боев, которые Флойд проводит. Глава промоутерской компании Golden Boy Promotion Оскар Делла Хоя вызвал президента Дану Уайта на трехраундовый поединок по правилам бокса. Ранее они конфликтовали на почве финансовых выплат бойцам. Оскар заявлял, что Дана не доплачивает спортсмену UFC. Уайт отвечал, что его оппонент лжет и обвинял его в наркотической зависимости. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес не так давно намекнул, что возвращается в восьмиугольник, спустя более чем два года простоя. А встретится, по всей видимости, со Фрэнсисом Нгану. На UFC он ESPN1, где бойцы станут хедлайнерами турнира. MMA Journal подтвердил, что матч между Нгану и Веласкесом находится в разработке. Об этом сообщил человек, близким к ситуации, попросивший анонимности, поскольку официального анонса от UFC еще не было. Первый турнир UFC на ESPN пройдет 17 февраля в Фениксе, штат Аризона. Эк-чемпион UFC по улегкому весе Жозе Альдо вернется в октагон 2 февраля на турнире UFC Fight Night 144. Соперником Альдо станет Ренату Майкану. Главным событием турнира UFC Fight Night 144 станет поединок в легчайшем весе Рафаэля Асунцао и Марлона Морреса. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok